Всем доброго утра! Это у нас утро на нашем озере. И мы вышли на рыбалку. Ну вот сейчас посмотрим, что получится из этой рыбалки. Уже какие-то намеки появились. Рыбалка у нас такая, нетрадиционная. Это фоторыбалка. Но при помощи своего телефона я вряд ли сниму всю прелесть этого события. Хотя вода там, где падает солнце, прозрачная. Можно увидеть, что происходит под водой. Просто разбросали крошки на поверхности воды. И рыбки хватают их. Вон сокок уже. Там полетел сокол. Мне его не запечатлело. И сейчас я вам покажу сказочно прекрасного ибиса. Вот он топает по вершине холма. Солнце его освещает. Он светится, как звезда. Его соблеведный нос тоже кажется розовым и прозрачным. И он, конечно, тоже хочет угоститься. Он так вот реагирует на крошки. И я пытаюсь его угостить. Посмотрим. Здесь нужно панорамную съемку делать, потому что только что за моей спиной вскочила какая-то здоровая рыба и плюхнулась. Рыбы у нас из озера выпрыгивают. Хватают стрекоз. На них охотятся соколы. Они тоже летают вокруг озера. Сейчас сидел один на дереве. Но это все надо уловить. Все это неуловимое такое счастье. Бывает повезет, бывает не повезет. Вот просто направить камеру на водную гладь, и можно увидеть что-либо. Там какая-то птица порхает. Я не знаю, какая-то птица. Ну, хочется сказать, что если у людей складывается, что Флорида это Майами, это только белый песок, пальмы, то, наверное, мы, вот показывая свое озеро, это мнение развенчиваем. И вы видите, что Флорида это озерно-болотный край, где основная растительность это вот такие дубы. Есть листопадные растения, черемухи. Чинары. Здесь растут чинары, но они не родные. Они сюда завезены. И вот вдали такие пирамидальные, они называются кипарисы. Но на самом деле они ведут себя как лиственницы. Это листопадные хвойные растения. Очень красивые, очень привлекательные в момент смены сезона. Они становятся яркими, лимонными, потом просто стоят голыми. И вы видите, что на озере очень много каких-то сухих веточек, растений. То есть вот это признаки зимы. И вот так выглядят дубы. Цветут кувшинки, летают стрекозы. И пока тише гладь. Божья благодать. Ну, хотелось бы сказать, что вот все такие места прежде были непроходимыми лесами или джунглями, если можно так сказать. Потому что джунгли это что? Это когда уже лианы вьются по деревьям, доходят до самой вершины кроны. Становится этот лес непроходим. Наполнен он всякой жизнью. Но жизнь эта вредная, ядовитая, кусучая. Здесь обитают и змеи, здесь обитают и всякие неприятные насекомые, которые очень больно ранят, травмируют. И в результате приходится лечиться. Моя сотрудница попала в неотложку, потому что ее покусали мураши. Просто покусали мураши за щиколотку. У нее было несколько укусов, но ей пришлось отправиться в неотложку, потому что тот яд, который обладают fire ants, огненные мураши во Флориде, он ни с чем не сравнен. Это можно сравнить, может, с паучиным ядом. Она чувствовала тошноту, головную боль, ей было плохо. Дошло дело до скорой. У нас мураши проникли в дом и покусали маму. Да, и это было очень-очень плохо, потому что, конечно, это было не такое количество, и они просто бегали по полу и кусались. Но лечиться тоже пришлось. Особенность укуса такова, что сразу образуется гнойничок. И если этот гнойничок не соскрести, то есть не надо ждать, когда натурально он рассосется или отсохнет, нужно его обязательно травмировать, раскрыть и уничтожить. И после этого обязательно использовать какой-нибудь антисептик. Иначе это может развиться в серьезную болезнь. Так вот, как мы боролись? Мне хотелось бы знать, если с вами случается такое. Но если люди живут на этажах, такое не бывает. Если муравьи попадают в ваш дом. Мы знаем, что помогают специи, корица, всевозможные такие мирные средства, как борная кислота. И мы использовали. В течение дня мы пробовали все на свете. Пока мы все-таки не сходили в магазин, хом-депо и не купили обычную, что-то наподобие кускуса, крупу, пропитанную какими-то веществами, которые им очень вредны. То есть только специальным ядом мы их побороли. К вечеру их уже не стало. И следа не осталось. Остались только по периметру всего дома со стороны веранды. Такие траншейки, через которые они проникали в наш дом. То есть победить их можно, но не знаем, когда и где они снова окажутся и где они вылезут нападать на нас. С чего все началось? Началось с того, что я полола огород и была искусана огненными мурашами. Естественно, мы использовали отравляющее вещество на муравейники. Насыпали эти крошки. Они, кстати, очень вкусно пахнут карамелизированным сахаром. И это, видно, их привлекает. Нет, яд пахнет вкусно. И мы радовались, что мы уничтожили эти цивилизации на огороде. Но реванш был жестокий. Они проникли в наш дом. Мстить, очевидно. И искусали нас всех. Так что я начала говорить, что они живут в лесах. Но так как люди отвоевывают все больше и больше пространств у природы во Флориде. И строят свои дома, свои поселки. И вот такого типа природа тоже отвечает. Недавно, несколько дней назад, мы отправились в путешествие по дороге, которая ведет от нашего района в Диснейленд. И где-то на середине этой дороги мы обнаружили соседство. Нам было интересно заехать и посмотреть, как там люди живут. И я думаю, что в одном из следующих репортажей мы вам покажем. Первое, что нас шокировало в этом соседстве, это была ужасно сухая трава. Отсутствие растений. Никакой тени. И вот посмотрите, как выглядит наша лужайка. Нам, конечно, нечем гордиться. У нас нет британского сада на территории нашей поляны. Но все-таки зелень кое-какая есть. А там было совершенно сухо, лысо. И мы поняли, что люди там живут очень бедные. И они экономят воду. Но это одно обстоятельство. Несмотря на то, что все-таки соседство было рядом с лесом, второе обстоятельство нас шокировало. Знак у въезда. Будьте осторожны. Здесь наблюдаются медведи. И изображение медведя. Вот это мы вам, конечно, покажем. Возможно, мы не сможем вам показать медведя, потому что они осторожны и ходят ночью. И целью их визитов бывают мусорные контейнеры. Они извлекают из мусорных контейнеров все, что только их интересует. Поэтому в американских домах есть специальные диспозлы. Это такая мельница в раковине. И туда все пищевые отходы мы спускаем. А также контейнеры стали изготавливать. Так и называются. Защита от медведей. Биопруф. Которые медведь уже распаковать не может. Ну, не знаю, помогает или нет. Кстати, в этом соседстве, где мы видели знак осторожно медведя, мы не видели контейнеров ни на улице, нигде, очевидно, люди прячут их в гаражах. А так как мусор забирают раз в неделю здесь, и мусор на такой температуре, 90 градусов, это сколько будет? 30-35. Естественно, очень быстро портится, начинает источать неприятные запахи. То это огромное неудобство, где-то держать контейнер внутри помещения. Но, тем не менее, такое случается. Вот я сейчас вижу, рыбоньки приплыли. И если, возможно, будет посмотреть сквозь воду, вы увидите несколько рыб. Вот одна схватила крошку. Так, тот же ибис, я не уверена, что он рыбак. И вот они здесь присутствуют.